Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы объяснить, почему в Евангелии никак не обличается гадание? Запрет из только Ветхом Завете. Почему нельзя гадать на картах? И допустимо ли использовать карту Таро в качестве инструмента психоанализа? Знаете, Ветхий Завет для нас до сих пор остается Священным Писанием, о котором говорится на страницах Ветхого Нового Завета, что оно богодухновенное, полезное для наставления вестине, научения и исправления жизни. Потому раз там говорится о том, что гадание — мерзкий грех перед Богом, то ничего не изменилось. Для нас, людей эпохи Нового Завета, изменились только ритуальные предписания Ветхого Завета. Они были лишь прообразом всего того, что совершено в Личности Иисуса Христа и в Его Святой Церкви в Новом Завете. Нравственная система остается. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, чти родителей и не гадай. Да, это не из десяти заповедей, но там есть еще 613 других постановлений, как минимум. Я был бы рад сейчас окончить и сказать, что ну все, не гадайте. Писание сказало, не гадайте. Что вам еще надо? А почему? Объясните. Ну давайте размышляем. Я часто с горечью узнаю, что многие православные христиане верят в предопределение, путая православие с кальвинизмом или исламом. Каждый человек чему-то предопределен и просто должен ощупать свою судьбу. Десятый развод. Ну вот никак своего не найду человек, который мне Богом определен. Ну, признать, что у тебя характер скверный. Проблема может быть не в мужьях или в женах. А в тебе, ну, признать сложно. Будущего нет. Судьбы нет. Есть только сегодня. Есть только сейчас. То, что Бог, находящийся вне времени и пространства, знает то, как ты поступишь, это не значит, что Он предопределил твой поступок и что у тебя есть какая-то судьба. Есть миллионы вариантов в твоей жизни. Один поступок тянет за собой другой, другой третий. Господь, если хотите, знает все эти сотни миллиардов вариантов развития, последствий твоих поступков. Все варианты твоей жизни. Но самое главное, Он знает, как ты поступишь. Но не предопределил тебя к этому поступку, а только лишь предузнал. Находясь вне времени, Он видит будущее, как прошлое. Для него все это уже свершенно, если хотите. Ну, посмотрите, не знаю, для некоторой визуализации того, что я говорю, Интерстеллар. Может быть, слышали такой фильм Кристофера Нолана. Или не смотрите. Почитайте догматическое богословие отца Олега Довыденкова. Думаю, будет больше пользы на самом деле. А раз будущего нету, то как ты можешь его узнать? Никакие карты, никакие ведьмы, никакие бабушки, дедушки, внучки, жучки, кошки, мышки, репки не могут тебе предсказать твое будущее. Невозможно предсказать то, чего нету. Тебя может Господь оградить от негативных последствий твоих поступков. Тебе может какая-то ведунья сказать, чем окончится твой выбор. Потому что тебе бесы нашептывают, что тебе сказать. Они же обладают хорошим аналитическим чувством и прекрасно представляют, как может поступить тот или иной человек. А то и знают, что уже произошло в каких-то кулуарах и, соответственно, каким результатом это приведет. Поэтому они, если и предсказывают какое-то будущее, то только потому, что для них это уже настоящее или просто что-то предугадывают. Но не забывайте, что дьявол — отец лжи, и человека ненавистник из кони из начала и ходит по земле, как лев рыкающий, ища кого бы поглотить. И ты все равно пропадешь. И все твои деньги пропадут, и родные, и ты, и вся твоя жизнь, и жизнь вечная. Поэтому не обращайтесь никаким предсказателям, никаким экстрасенсам, никаким колдунам, никаким бабушкам, чтобы ничего не предугадывали, не предсказывали, не выкатывали, никакие там свечи тебе никуда не ставили, и ни во что, сколько бы там икон, сколько там не было бы свечей расставлено и ладана накурено. Бегите, бегите от них. Не пытайтесь раскрыть тайну будущего века. Нету ее. Нету. А что хуже? Когда тебе говорят, вот будет так-то и так-то, что-то хорошее или что-то плохое, ты теперь программируешься ею или им на определенные поступки. Ты теперь будешь стараться избежать негативных последствий. Негативного будущего. Будешь стараться, наоборот, приблизить что-то хорошее, положительное. Притом речь не идет о том, что вы приходите к какому-либо экстрасенсу, говорит, я потеряла целомудрие. Как мне его вернуть? Что читать? Как жить теперь нравственно? Или я потерял... Я хочу найти... Хочу побороться с гневом, с тщеславием, с гордостью. Расскажите мне, получится у меня или нет. Нет, мы ищем какие-то совершенно материальные преференции, ищем что-то земное. А теряем и земное, и духовное в результате. Так вот, ты программируешься ими на определенные поступки, на определенные действия. И ты уже живешь не своей жизнью, а навязанной тебе этими людьми. А им кто подсказал? Духи злобы поднебесной. То есть ты осуществляешь дьявольский замысел о своей жизни. А не Божий. Бог хочет, чтобы все пришли к познанию истины, ко спасению, чтобы ты был с Ним единым, чтобы ты достиг Царства Божьего и оставляет на твой выбор твою земную жизнь. Дал инструкцию к ней. В Библии все написано. Читайте Новый Завет. Причащайся. Упал, поднимайся, исповедуйся. Стяжи благодать. Дух мирен. Царство Божие. Чти родителей. Не обманывай. Не греши. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Вот простые дорожные знаки, расставленные на пути твоей жизни. Не едь со скоростью 200 километров, там, где стоит знак 50. Не едь в тупик. Спрасывай скоростью. Будь осторожен. Вот об этом Писание. Вот тебе в этой книге все это в будущее расписано. Хочешь быть счастлив? Будь. Законы Божии изучи. Потрать несколько месяцев или лет. Потом до 100 лет будешь жить правильным, благочестиво, здраво. Психу сохранишь и душу свою. И жизнь, и здоровье. А когда тебе что-то там кто-то предугадал, рассказал, предвидел, то ты живешь уже во лжи. Живешь жизнью не своей. Жизнью чужой. И, как правило, не той, которая привела бы тебя к счастью, к радости, к безмятежной, спокойной, тихой, довольной жизнью. Огради вас, Господь, от желания узнать будущее в гороскопах, в популярных инстаграм-аккаунтах, у разных знахарей, целительниц, через карту Таро. Никакому психоанализу они не помогут, никакое будущее ни тебе не предвидит. Ты попадаешь просто в цепкие руки дьявола. А кому ты веришь, тому ты и слуга. И Бог и рад бы тебе помочь, но уже не может, ибо не Он тебе сейчас Бог, а какая-нибудь бабулечка, какая-нибудь цыганочка, карточки, раскладывающая, будущее в кавычках предсказывающее, главное, ручку ему позолотить не забудь. Включайте здравомыслие, будьте духовно безопасны. Берегите себя, друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok